Давайте мы будем учитывать, что это дело политическое, не сомнение. Подсудим Фургал, давайте не будем наглетать. Мне предусмотрено на вас существовало, потому что вы уже, так сказать, начинайте политическую отрасль. Ну что я? Ну что я? Я говорю так, как ей. Я говорю так, как ей. Я говорю так, как ей. Подсудим Фургал, я буду же на вас существовало. Извините. Сходите по выпису. Я в барину. Чьи церкви? Он в твоём углам должен предложить. Ну кто-то хочу обратить внимание почтенной публике, как у нас идёт суд. Судья заранее обработает все документы, поднимается прокурор и начитывает, что уходит для них. Постязнялись. Ваша честь, присяжные заседатели удалились в 16-18 и вернулись после 20 часов. Это означает, что они совещались в комнате присяжных более трёх часов. В законе, в 343-й статье вынесение вернекта указано, если присяжных заседателей при обсуждении в течение трёх часов не удалось достигнуть единодушия, то решение принимается голосованием. И в пункте 9. В случае, если ответ на вопрос принимается голосованием, старшина указывает после ответа результат подсчёта голосов по каждому вопросу. Нам раздали сегодня вердикт присяжных по конкретным вопросам. И здесь указано, что, я приведу только один пример, допустим, по факту нападения на Смольск в ответ. Да, доказано. И дальше указано следующее. Если присяжные заседатели не достигли единодушного решения, то проводится голосование, результаты которого заносятся в следующую строку. Да, доказано. Нет, не доказано. Из этого вердикта нам не ясно. Первое. Присяжные были обязаны провести голосование. Это однозначно, это законно. А старшина обязана не просто сказать «да, доказано», а доказано с каким, образно говоря, подсчётом голосов. Вот этого подсчёта голосов не произведено. Следовательно, вердикт оформлен с нарушением требований статьи 343 УПК РФ. И мы хотели бы, поскольку закон нам запрещает ставить под сомнение вердикт, мы соблюдаем требования закона. Но, с точки зрения Верховного суда Российской Федерации, все свои сомнения мы обязаны провести до уважаемого председателя. Что я и делаю. Спасибо. Ну, как принято, понятно Ваше возражение, просто оно не уместно, поскольку это к председателю с ученым не имеет отношения, а Вы, тем не менее, это преподнесли как возражение на действия председателя с ученым. Хотелось бы отметить следующее. Во-первых, вердикт оформлен с нарушением законодательства, а также постановленный на основе вердикта приговор подвижит обжалованию предстоящую судебную станцию, в которой могут быть изложены любые доводные согласия с данным судебным фактором. Раз здесь идет, что и товарищ президент Губернатор, а его обменили, слава Богу. Так Вы, пожалуйста, зачитывайте год выпуска автомобиля. А что Вы зачитываете? Автомобиль в марте какой там? Понятно, судимый фургал. Ну, зачитывайте год выпуска, чтобы было понятно, как губернатор жил. А, судимый фургал, понятное Ваше замечание. Пожалуйста, продолжайте. Ваша честь, если судимый фургал полагает, что я что-то не зачитал, а он считает это важным, у него есть защитники, которые могут зачитать интересующую его честь. Я озвучиваю то, что я считаю нужным. Ваше честь, Вы объявили перерыв? Я был о том, что руководитель по документам. А у меня, как бы, возражение? Ваше честь. Вы можете свои данные предоставить, пожалуйста. Вот я хочу предоставить свои данные, да. Пожалуйста, представляете. Значит, по моим данным, первое, значит, квартира якобы на Москве зачитал прокурор. Потом, правда, прокурор, я не знаю, на основании испанского стыда, не испанского стыда, когда так зачитал, что никто ничего не услышал. Ну, пожалуйста, я хотел бы довести, заследить, что в этой прокуроруке она никакого отношения ко мне не имеет. В такой очевидном виде провокация, следствие, они арестовали квартиру, заявили на обезьянный шар, что якобы я купил эту квартиру, так какой для нее кушнил. А потом, когда львови, мы ошиблись и сняли. А перед этим обломили всех моих властей, и сказали, ну, посмотрите, какого папа, отец, и визитский бюджет. Он оказывается любовниц на квартиру, по-моему. И опять, это что по квартире вашей? Прокурор дочитал, что я, как бы, арестован, а вот это вот по-моему. И они сняли. Второе. Второе, ваша честь. Значит, что касается доллара. Опять же, как-то вот так бур-бур-бур, ну, надо же встать и сказать, что деньги принадлежат определенному человеку. Да тут никакого отношения ко мне нет. И уж к тем более никакого отношения в ней не будет. Ничего. Тем не менее, это было зачитано и сказано, ну, вот 400 тысяч долларов, так и взяли. Как надо объяснить, у кого вы взяли? Какую цель взяли? Для чего это взяли? Пожалуйста, остановитесь. Подождите, остановитесь. Вы сейчас опять высказываете эту в форме возражений против предложений прокурора. Формат немножко другой. Я просто говорю, я просто говорю, что в заявленном, арестованном имуществе, которое явлено принадлежит мне, прошу в вашу честь, там, не знаю, ручки, там, или там, азвучек, или еще кто-то. Что это вообще-то не мое. Хорошо. Машина, которая мне арестована. Вот это я больше говорю для журналистов. Они же любят писать на обратные крышутки. Про губернатора, который... А, Сергей Фургалов, вернитесь, пожалуйста. Что? Не надо на журналисту сейчас третий. Дайте отказать, вы уже 11 месяцев, все запрещаете говорить. Я же почему это говорю? У нас же получается как? Вот я послушал характеристующие личности, как сказать, на преступника, и подумал. Ну, даже из всего того, что взгляды, ну, ключу покатали про них. Что уже ясно и понятно. Отсудимый Кургалов. Пожалуйста, оймитесь к предмету отсутствия. Это автомобиль, Таёса. Лэн Грузерн, гендотовый нового губернатора. Участок земли в кровати. Тысяча квадратных метров. На котором мои кредиты нажили. Куплен. Две тысячи. В пятом году. Вот я смотрю на всего года. Не забрали. Очередное. Не думаю. Да. Хорошая характеристика, я считаю. Ваша честь, что же прокуратура за ним сказала. Про другое образование Сергея Ивановича. Про волны Сергея Ивановича. Про награды Сергея Ивановича. Про 30 тысяч на поручилиз, которые лежат у Вас. А судья Фургалов, Вы опять не слышите. Ваша честь. Понимаю? Другой. Если Вы готовы представлять, пожалуйста. Вы оставляете. Я готов представлять. Я хочу узнать. Я хочу вот здесь вот услышать от прокурора. Что за 400 тысяч долларов. Которые заявил прокурор, что они принадлежат вне. Но это же в чьем-то виде ложь. Наград. А судья Фургалов, я вынужден Вас лишить слово. Отключите микрофон. Что ты будешь... Пожалуйста, присядьте, подумайте. А что мне думают? Подсудимый Фургал. А что подумают? Не игнорируйте требования председательствующего. Присядьте, пожалуйста. Я Вам же, знаете, уже присел. Пожалуйста. Приступая в врача и приступая в врачебная деятельность, я торжественно клянусь. Все знания и силы посредить охране и улучшению здоровья человека, причению и предупреждению заболеваний, даже совестно трудиться там, где этого потребует интересы общества. Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, а не врачебную тайну. Постоянно совершенствовать свои медицинские познания и лечебное мастерство. Способствовать своим трудом развитую медицинскую науку и врачу. Обращаться, если этого требует интересы больного, за советом с товарищем по профессии, и самому никогда не отказывать советники помощи. И речь разливая благородные традиции отечественной медицины. Во всех своих действиях руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком звании советского врача, об ответственности перед народом и советских государствах. Осознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны. Преверность этой присяги в хрену пронести через всю свою жизнь. Вот так звучит присяга советского врача. Я очень много раз всех настраиваю на то, что согласно Конституции, а Конституция это основная, что все-таки есть одно уважение, у нас народ. Я подъеду и прошу вас приобщить именно и поручить и все остальные документы, десятки тысяч людей, которые не поменялись, а песенам, с указанием своих папоротных данных, фамилии, времен, очек, не побоялись. Сказать, что они по этому поводу думают. И что они думают? Кто такой фургал? Откуда он взялся? И почему его взялся? Это не пообщу. Пробедание на порядке. Прямо. И выносится на обсуждение следующий вопрос. Поскольку, сначала объяснение, поскольку по судимому фургалу и по судимому коллегу накремнируется тияние предусмотренных частей 3 статьи 222-й руководства, срок давности привлечения к уголовной ответственности в данном деянии на момент рассмотрения уголовного дела истек. В связи с этим по судимому фургалу и по судимому коллегу проясняется их право высказать свое отношение к вопросу о прекращении уголовного преследования в этой части. Прямо. Что у вас на сегодня вопрос? Прямо. Прямо. Я категорически раздражаю в этом фургалу ироке. Почему? Объясню. Потому что именно присяжной была поставлена формулировка по оружию. Именно на присяжной было произведено давление. Именно присяжной было предложено вынести и вернили не просто там виновину, а именно заказанное. А я, если поговорить, могу повторить, как это было сделано. Неизвестные лица, неизвестное место, неизвестно оружие, да и неизвестные деньги, неизвестно где купили, неизвестно где ходили, неизвестно кому передали. И был вынесен вертик. Да, доказано. Да, виновен. Да, неизвестных исхождений. А сейчас, мне пытаются здесь сказать, что против данности прошли. Нет, подключите. Это принципиальнейший вопрос. Потому что он влиял и на другие вопросы. Потому что если да, оружие на таких доказательствах доказано, то тогда и другие преступления доказано. А я повторюсь, у нас не было ни одной облеги, ни одного доказательства и ни одного прямого свидетеля. Хорошо. Следует ли представщик понимать, что Вы возражаете прекращение уголовного преследования по части 3 статьи 224? Ваша честь. Подключите до конца вопрос, что был предъявлен. Послушайте. По части 3 статьи 224, в связи с течением срока данности, вы возражаете? Я возражаю. Хорошо. Разъясняю, что в этом случае тогда уголовное производство осуществляется в общем порядке. Господин Макареков. Пожалуйста, Вам все понятно? Прошлите. Я так же категорически возражаю. Я бы хотел, чтобы при Гранатуре было отражено в этот момент за ровной руки. И чтобы было всем понятно. Всей стране понятно. Как нас судили. Как нас судили, да. И что Ваши присяжные посчитали доказом. И чтобы это осталось в истории. Ну, не то, что, знаете, здесь в этом зале, в этом адвоксерном суде, так сказать. А чтобы это осталось в истории прям, понимаете. И вот все и присяжные остались в истории. И мы проснули. Как против. И судьи. То есть, чтобы все видели, понимаете, все там видели, что это присяжные посчитали заказом. Поэтому я, как и говорится, наношаю предпочтение судопроизводства в соответствии с уголовным ценами. Хорошо. В связи с сегодняшним изменением по судебному проговору и по судебному коллегу по возражению, прекращению уголовного исследования по части 3-й, то уголовное производство производство начисляется в общем порядке с вынесением на стадию судебной премии обвинения по всем пунктам обвинения, которое, так сказать, изложено в судебном включении.